Десятичный логарифм. Найдите значение выражения. Десятичный логарифм числа 5 умножить на десятичный логарифм числа 20 плюс десятичный логарифм в квадрате числа 2. Сразу хочу напомнить, что такое десятичный логарифм и что такое логарифм в квадрате числа 2. Десятичный логарифм это логарифм по основанию 10. То есть вот этот десятичный логарифм числа 5 можно было бы записать как логарифм 5 по основанию 10. Просто для основания 10 придумали вот такую короткую запись десятичного логарифма и назвали этот логарифм десятичным. А что же такое десятичный логарифм в квадрате числа 2? Это значит, что весь логарифм, десятичный логарифм числа 2 нужно возвести в квадрат. То есть если квадрат находится сразу после знака логарифма, то есть вот здесь, то это значит, что весь логарифм нужно возвести в квадрат. Вот, казалось бы, такой простой пример. Теперь, когда у нас есть все для того, чтобы можно было решить этот пример, я предлагаю для тех, кто силен в логарифмах, самостоятельно решить этот пример. То есть нажмите на паузу, остановите видео и попробуйте самостоятельно решить этот пример. И потом, когда у вас получится какой-то ответ, вы сможете посмотреть, как я его решал, сравнитесь с ответом. У тех, у кого ответ будет верный, можно написать в комментариях. Можете даже подробно указать, кто вы, откуда и так далее. И записать нам, да, пример получился, хороший пример. Или наоборот, например, получился очень легкий, это пример для третьего класса и так далее, что-то типа такого. Ну, а для тех, у кого вообще нет никаких идей, мы сейчас продолжаем вместе решать этот пример. Итак, вот казалось бы, сейчас число 20 во втором логарифме удобно было бы представить как произведение 10 на 2. Почему именно так, казалось бы, удобно представить вот это число? Потому что десятичный логарифм вот этого произведения тогда можно было бы расписать как сумму логарифмов. Тогда получился бы у нас десятичный логарифм числа 10 плюс десятичный логарифм числа 2. Казалось бы, все хорошо. Почему хорошо? Потому что у нас получился логарифм десятичный числа 2, такой же, как уже есть у нас, только тут в квадрате. И вот этот логарифм десятичный равен единице. Почему единице? Потому что десятичный логарифм это логарифм по основанию 10. То есть 10-10, то получается этот логарифм равен единице. То есть, казалось бы, вот этот способ приведет к успеху. На самом деле нет. На самом деле этот способ ни к чему не приводит. Оказывается, здесь нужен другой подход. Почему? Потому что этот пример подобран таким образом, что именно надо к другому стремиться. Оказывается, здесь после некоторых преобразований мы получим одну из формул сокращенного умножения. Которая поможет нам решить пример. Оказывается, число 20, вот это число, нужно представить как 5 умножить на 4. Вот именно таким образом. Попробуем это сделать. То есть, первый логарифм я переписываю. Логарифм десятичный числа 5 умножить на логарифм десятичный 5 умножить на 4, представили число 20. Плюс логарифм в квадрате числа 2 перепишем, равно. Теперь логарифм произведения запишем по формуле как сумму логарифмов. Это логарифм десятичный числа 5 плюс логарифм десятичный числа 2. Тогда у нас получится десятичный логарифм 5 умножить на сумму в скобках логарифм десятичный 5 плюс логарифм десятичный 4 и плюс десятичный логарифм в квадрате числа 2. Далее. Теперь можно раскрыть скобки. Да, и вот этот логарифм, ну или ладно, будем по ходу дела уже. Значит, раскрываем скобки. Тогда у нас получается логарифм десятичный в квадрате числа 5 плюс логарифм десятичный числа 5 умножить на логарифм десятичный, и вот сейчас мы число 4 представим как 2 в квадрате, как 2 во второй степени, плюс логарифм десятичный в квадрате числа 2 равно. Далее. Теперь вот эту двойку можно вынести вперед. Ну вот сюда или сразу вот можно поставить вот перед первым логарифмом. То есть число 2 выносим. Тогда у нас получается логарифм в квадрате числа 5 плюс 2 логарифма десятичных 5 умножить на логарифм десятичный числа 2 и плюс логарифм десятичный в квадрате числа 2. И вот теперь мы получаем формулу сокращенного умножения. Вот это у нас квадрат суммы. То есть получается в итоге, запишем квадрат суммы, получается квадрат суммы. Равно логарифм десятичный числа 5 плюс логарифм десятичный числа 2 и все это в квадрате. Далее. Теперь у нас в скобках сумма логарифмов. А сумма логарифмов, причем по одному и тому же основанию, по основанию 10. Оба логарифма десятичные. Значит это получается по формуле логарифм произведения. То есть у нас получается логарифм 5 умножить на 2. Логарифм произведения. И все это в квадрате. Далее. Логарифм десятичный 10 и все это в квадрате. Ну конечно можно было вот здесь квадрат записать. Ну так в принципе даже еще и лучше, когда за скобками, чтобы не запутаться. Пускай пока за скобками стоит этот квадрат. И теперь получается логарифм десятичный равен единице. Почему? Потому что это все равно, что логарифм по основанию 10. Десятичный логарифм. Значит этот логарифм равен единице. И у нас тогда получается единица в квадрате. А это и есть единица. То есть в ответ мы запишем число 1. Вот такая задачка. Ответ. Единица. Задача решена.